Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова санкции. Такого мнения придерживается бизнес-аналитика, председатель Комитета опоры России по финансовым рынкам Павел Самеев. По его словам, государство в лице корпорации и банков не откажется от социально значимых проектов в регионах. Единственное, что может случиться, это повышение ставки по кредитам на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Напомню, что в 2021 году в СНАС Санкт-Петербургском экономическом форуме Ради Хабиров заключил прямое соглашение с руководством ВТБ и ВЭП о предоставлении кредита более чем в 11 миллиардов рублей башкирской консессионной компании на возобновление строительства восточного выезда. Проект предусматривает прокладку тоннелей и соединение трасс М5 и М7. Его реализуют с 2017 года. Кредитование, финансирование, в том числе и частное государственное партнерство, там где присутствует такой механизм будет продолжаться в том же масштабе, в том же формате, как и раньше. Здесь я не вижу каких-то новых модных, честно говоря. Понятно, что будет зависеть еще от того, как будет развиваться ситуация с наставками. США накануне ввели блокирующие санкции в отношении крупнейших российских банков, включая ВТБ и ВЭП, что означает полное прекращение операций бизнеса в иностранной валюте и закрытие корреспондентских счетов в Америке. Аналогичные рестрикции планирует ввести и Европейский Союз. Делегация Башкортостана примет участие в Ташкентском инвестиционном форуме, который состоится с 24 по 26 марта. Об этом стало известно на встрече бизнес-сообщества республики с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России. 20 представителей различных компаний Башкортостана смогли задать ему свои вопросы. Они касались трудовой миграции, увеличения поставок и расширения рынка сбыта. Так, Благовещенский арматурный завод, являясь давним партнером компании нефтегазовой отрасли Узбекистана, планирует реализовать там новые проекты. Новые проекты, то есть это развитие, реконструкция, строительство каких-то новых объектов в нефтегазовой отрасли. То есть там, как правило, закладывается очень большая потребность по трубопроводной арматуре. Поэтому для нас этот рынок очень интересен. Отмечу, что товарооборот между республиками по итогам прошлого года составил 113 миллионов долларов. На экспорт пришлось 97 миллионов, импорт 15 миллионов долларов. По большей части из Башкортостана в Узбекистан завозили черные металлы и изделия из них, химическую продукцию, оборудование и товары машиностроения. А из Узбекистана в Башкортостан продукты питания, текстиль и транспорт. Даже по товарообороту это чуть больше 100 миллионов долларов. Это очень низкие показатели. У нас очень большой неиспользованный резерв есть. Есть, мы это знаем. Причем не понаслышке. Вы знаете, что я в Башкортостан часто приезжаю. С большим удовольствием всегда приезжаю. Здесь живут очень добрые, гостеприимные люди. У меня здесь очень много друзей. Башкирские предприятия готовы помочь в модернизации нефтегазовых компаний Узбекистана с целью увеличения добычи и переработки полезных ископаемых. Также республика готова увеличить экспорт биопрепаратов и удобрения, а также продукции сельского хозяйства. Накануне Ради Хабиров обсудил с послом Узбекистана в России еще один важный вопрос – запуск прямого авиасообщения между Уфой и Ташкентом. Рейс может появиться уже в этом году после согласования Росавиацией. Расходы консолидированного бюджета Башкортостана в январе составили почти 13 миллиардов рублей. Это на 25% больше аналогичного периода прошлого года. По данным Минфина, большая часть средств пришлась на социальную сферу. Доходы за месяц достигли 16 миллиардов рублей, что больше на 43%. Налоговые поступления от населения республики составили 4 миллиарда. Чуть меньше 3,5 миллиарда перечислили предприятия по налогу на прибыль. При этом этот показатель вырос в 4,6 раза. По акцизам в казну поступило 2,7 млрд. Налогом на совокупный доход чуть больше полумиллиарда. Налогом на имущество 337 миллионов рублей. Фильм про Мустая Карима снимут в рамках патриотического автопробега «Гранд-тур Байкальская миля. Места силы-2022», участники которого направляются из Москвы к озеру Байкал, где в начале марта состоится 4-й международный фестиваль скорости. Во время пути команды из разных городов страны должны будут выполнить задания творческого характера, посвященных культурному и историческому наследию тех территорий, по которым проложен их маршрут. В этом году в «Гранд-тур» отправились 14 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани и других. Видеоленту о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана снимет команда 4 сезона из города Орел. Путешественники уже посетили родную деревню писателя, приобщились к родным для него местам и пообщались с местными жителями. Мы снимаем репортаж, мы снимаем историю Мустай-Карима. Мы погружены в эту историю уже очень давно, потому что это очень легендарная, выдающаяся личность для вашего региона, для всей республики. Сегодня мы посетили деревню, откуда родом Мустай-Карима, посетили Дом культуры, мы посмотрели музеи, которые выставлены, нам показали небольшой музей в школе. Ну вот сейчас нам будет фонд его поддерживать, да, может быть, направить, потому что своими силами мы ездили только в деревню к нему на родину. Вот. Очень понравилась школа там, там девочка вышла, они там сказали, что у нас тут дети гиды, девочка с указкой вышла, сразу нам все рассказала про него. Меня это очень удивило, что так вот ребенок, как стихотворение, без воды, без всего, все четко объяснил. После завершения гран-тура выполненное задание будет оценивать авторитетное жюри в его составе путешественник Федор Конюхов, посол доброй воли ООН и спортсмен Вячеслав Фетисов и многие другие. Председателем жюри станет руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.